На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Лекция Ирины Кулик из цикла «Несимметричное подобие» в музее «Гараж». Жак Монари, Роберт Лонго. Часть вторая. Следующий, как бы, Роберт Лонго. Надеюсь, вы видели выставку, да? Вот, ещё один художник, живущий в потоке уже существующих образов. А художник, чья карьера, чья сладкая, ну не карьера, но какое-то публичное присутствие, после того, как он получил образование, образование он получил как скульптор, поиграл в нескольких рок-группах. И вообще, он как бы, художник, он начинается с выставки, которая 1977 года, которая, собственно говоря, так и называлась «Пикчерс», так как «Картинки». И выставка, которая для своего времени очень эпохальная, молодой, Лонго там присутствует. А выставка, которая, куратор, который Роберт Кримп постулировал, что в 1977 году произошло с искусством. Вот появилось новое поколение художников, поколение, которое занимается уже ни живописью, ни объектами, ни перформансами, оно занимается картинками. Картинки, которые могут быть взяты откуда угодно, которые могут быть взяты из журналов, которые могут быть взяты из кино. Это то поколение, которое занимается аппроприацией образов. Помните, мы говорили про Ричарда Принца, который действительно про других художников, которые работают ровно уже с готовыми картинками, не заботясь о том, какой природой это изображение. Это тоже возвращение к визуальности, возвращение к фигуративности. Но к фигуративности, которая, если французские художники в начале 60-х возвращаются к фигуративности после абстракции, и американские художники в конце 70-х годов возвращаются к фигуративности после картинки, не важно, не к живописи, а именно к картинке, После долгого периода концептуального искусства, перформанса в виде арта визуальность возвращается, фигуративность возвращается, но возвращается в виде образа, который неважно, на каком носителе, который неважно, каким образом выхвачен из этого потока. И это всегда некая постановочность, это всегда эта визуальность, эта фигуративность, которая является результатом перформанса. Но перформанс уже не театрализованного, который уже не является экспириенсом, а является некой постановочной фотографией. Поэтому, например, в это поколение пикчер, поколение картинок попадает Синди Шерман, которая была подругой студенческих лет Лонго. Они вместе учились и, видимо, были очень близки одно время. Сам Лонго на этой выставке представлен достаточно нехарактерной своей работой. Она там видна вот такой вот скульптурой. Вообще он по образованию скульптор. И начинает он как раз со скульптурных работ. Вот почему-то как бы такая его основополагающая вещь. Рельеф Роберта Лонго «Американский солдат. 1977 год». Из белой стены выступает фигура мужчины. Рельеф, по-видимому, сделан из гипса и раскрашен красками. На голове мужчины чёрная шляпа. Он одет в белую рубашку с полосатым коричневым галстуком и бежевые брюки. Мужчина повёрнут в три четверти влево, голова сильно запрокинута наверх. Поясница прогнулась назад, руки согнуты в коленях. Их расположение напоминает положение рук при беге. Он опирается на левую ногу, а правую слегка согнул в колени. Ступни отсутствуют. Поза кажется неустойчивой, будто мужчина вот-вот упадёт вперёд. «Это рельеф. Рельеф сделанный, между прочим, сделанный как цитата из кинофильма, как материализация цитата из кинофильма. Это снятый в 70-м году фильм Фассбиндера «Американский солдат». Тоже вариант, тоже версия Нуара. Это история про наёмного убийцу, который отвоевавшего во Вьетнаме. При этом, при том, что это 70-й год, упоминается война во Вьетнаме, которая окончилась. Фильм этот снят так, что вполне может происходить в 40-е годы. И это фильм, в котором этот Нуар есть такой же обречённый антигерой, но при этом нет никакой романтики. Это Нуар, из которого никакие приключения не могут вырвать человека из вот этой такой свинцовой повседневности. Фильм, который есть совершенно потрясающий финал, который мы сейчас посмотрим. Такой совершенно самоценный клип. Двое мужчин с револьверами пятятся по коридору. Мужчина на другом конце коридора делает два выстрела и попадает в тех двоих. Раненые мужчины в замедленной съёмке, корчась от боли, падают на пол. К одному из мужчин подбегает друг и пытается его поднять. Герой, одетый в стиле 50-х годов. Лонго берёт вот этот кадр с подстреленным героем, превращает его в рельеф и замораживает его во времени, потому что мы не видим, что с ним происходит. Мы не знаем, что это. И потом этот сюжет, эта фигура становится элементом кадра из этого фильма, становится основой для целого цикла работ. Вот, например, вот этот кадр, это фрагмент перформанса, перформанса, в котором была неподвижная видеопроекция вот этого стоп-кадра человека, зависшего между моментами ранения, да. Цветная фотодокументация перформанса Роберта Лонго «Неподвижный», 1978 год. Перформанс происходит в тёмной, слабо освещённой пустой комнате. Слева происходит борьба двух мужчин. Действо освещено красным светом. Запечатлён момент, когда мужчина справа совершает удар в лицо мужчины слева. Голова мужчины слева откинута назад. Торсы мужчин обнажены, оба одеты в чёрные свободные штаны, напоминающие шаровар. На нижней ступени у правого края фотографии стоит девушка с тёмными длинными волосами в струящемся белом платье. Она держит обе руки на уровне груди. Она освещена синим светом. В центре, между борцами и девушкой, на стену выведен слайд. Это чёрно-белая фотография, на которой запечатлён мужчина на фоне каменной скульптуры льва. Мужчина находится в правой части слайда, лев — в левой части. Мужчина изображён по грудь, крупно. Он частично перекрывает статую. Изображения мужчины и статуи занимают весь кадр, поэтому нельзя сказать, где происходит действие. Мужчина в той же позе, что и на рельефе, американский солдат. У него на голове чёрная шляпа. Он одет в белую рубашку с чёрным галстуком на шее. И вокруг него происходившие музыкально-танцевальные, в основном, действия, где были живые активы. И из этой же истории возникает, наверное, самый знаменитый цикл, принёсший Лонг Слаут, эти люди в городах, названный по части как отсылка к фильму Вендерса «Алиса в городах». Это цитата оттуда. И представляющий вот этих самых удивительных персонажей, которые то ли танцуют, то ли организируют, то ли такой-то вариант дансмакабр. Рисунок Роберта Лонга из цикла «Люди в городах», 1979 год. Прямоугольный лист бумаги ориентирован вертикально. Рисунок сделан углём и напоминает фотографию. Изображение чёрно-белое. На белом пустом фоне изображён мужчина в полный рост, он расслаблен. Мужчина наклонён к правому краю рисунка так, как если бы он плавно раскачивался из стороны в сторону. Его голова запрокинута наверх, глаза закрыты. Руки свободно висят вдоль тела, таз отведён вправо. Мужчина всем телом опирается на свою левую ногу, но чувствуется, что скоро он сместит весь тело на правую ногу. У него тёмные короткие волосы, он одет в белую рубашку с чёрным галстуком и в чёрный строгий костюм. Снимал он там своих друзей. И вот эти костюмы чёрно-белые, в которые они одеты, это костюмы не столько Япи, да, и бизнесменов, с которыми они ассоциировались, сколько костюмы, которые носили там постпанк, да, это постпанковские группы так одевались. Это была вполне богемная публика, превратившаяся, вот как бы, которая превратилась вот в этот самый невероятный танец смерти, да, «Данс Макабр», который он вспоминает, где есть ощущение жестокости, да, где есть ощущение невесомости при этом этого танца. Вообще он как бы швырял им стеннисные мячи, которые они ловили, чтобы добиться, фотографировал их, чтобы получилось вот это вот невероятное. Это серия из 60 работ, которая вся растащена по разным местам, и которые очень редко собираются вместе. Это 79-й год, при этом, наверное, это работы, которые чем дальше, тем более актуальными становились. И для меня они немножко, вот первая рифма как раз кинематографическая, на что это могло повлиять. Для меня, в общем-то, это ассоциируется с первым фильмом Тарантино, да, «Бешеные псы», вот с этим танцевальным, хореографическим, невесомым насилием, в которое почти можно поверить, да, и в котором тоже есть ощущение безнаказанности этого абсолютной. Но при этом, как бы, цитаты из-за как бы как раз-то более сильного воздействия возникают, собственно говоря, в момент выхода из этих 80-х, 90-х, из вот этого вот хореографического насилия, фильм «Американский психопат», снятый в 2000 году, фильм про такого япи-серийного убийцу, наслаждающегося своей безнаказанностью, фильм, где идеальная квартира этого главного героя, который сам с этой картины, да, абсолютно, там, где висят работы Лонга, да, это один из фильмов, который, так сказать, утвердил его славу, и мюзикл, который сейчас поставлен по этому роману, да, по этому фильму, это мюзикл, который тоже вовсю использует образы Роберта Лонга, собственно, не заплатив у музыкоперайт, насколько я понимаю, по-моему, там какие-то были с этим проблемы. Вот, при этом Лонга в этот момент, он работает, сделанный по фотографии вот этим рисунки углем, вот, он какое-то время еще работает со скульптурой, пытаясь понять, как можно вытащить объем из этого, как можно вернуть объем вот этому самому плоскому изображению, он разбирается заодно с наследием, поп-артой, с которым он, естественно, вышел, делая такую, например, серию комбин, да, комбайн, который отсылают ровно к так же названной серии Раушенберга 60-х, в которых Раушенберг – один из первых художников, который начинает манипулировать вот этим потоком медийных образов, с которыми он работает, как мусора, как информация. Цветная фотодокументация выставки Роберта Лонга «Теперь каждая» для Афазбиндера, 1982-1983 годы. Внутри выставочного пространства стоит скульптура черного цвета. Это изображение мужчины в натуральную величину, он повернут лицом к зрителю. Его голова сильно запрокинута назад, в то время как тело стремится вперёд. Корпус немного наклонён вправо. Руки мужчины согнуты в локтях и вскинуты вверх, словно он хочет то ли поймать равновесие, то ли схватиться за голову. Он опирается на левую ногу. Правая нога согнута в колени и приподнята. На белой стене сзади висит масштабный рисунок углём. Он выполнен гиперреалистично и похож на фотографию. Рисунок ориентирован горизонтально и разделён на четыре равных вертикальных прямоугольника. Каждый прямоугольник заключён в отдельную раму. Высота рисунка около двух метров, а длина около четырёх. Изображён городской ландшафт. На переднем плане в правой части рисунка находится часть разрушенного здания и гора обломков. На заднем плане заброшенные высотные дома. Тоже с отсылкой к Фазбинтеру, с тем же самой фигурой, которая здесь вываливается из полотен. И сам Лонго мыслит эту серию, этот цикл, как кино, как объёмное изображение сюжета, монтаж. Такая же система полиптихов, которая создаёт раскадровок, которые Монори делал отчасти. Он делает серию, потом он делает серию с монтажами, ещё одну серию таких разборок, собственно говоря, и с современным искусством, и с массовой культурой. Замечательную серию «Призрачные объекты» 1987 год с отсылками к минимализму, с цитатами из Дональда Джада. Работа Роберта Лонго из серии «Призрачные объекты» 1987 год. На белой стене висит арт-объект. Он представляет собой четыре одинаковых вытянутых цилиндра, расположенных друг за другом. Цилиндры позолочены около двух метров в длину. Каждый из цилиндров чёрными тонкими линиями делится на пять равных частей. Цилиндры закреплены на чёрной плоскости. Из других художников, которые при этом здесь названы, перекодированы по массовой культуре, и поэтому такая вполне себе джадовская прогрессия, названа как космический корабль с фильма «Чужой». Как мы можем пересмотреть эту историю? Лонго, в отличие от Монори, это тоже, конечно, художник, который вырос на движущихся картинках, но в отличие от Монори, который вырос на кино, кино, которое было штучным опытом каждый раз, это событие. И Лонго вырос на телевизора. Это первое поколение, которое выросло с телевизором. Не с каким-то событием, в которое ты должен пойти, которое с тобой случается, а с этим постоянным потоком образов, который через тебя течёт. И искусство, которое тоже возникает, современное искусство, которое тоже возникает, прежде всего, через фотографии, через журналы, через движения. И поэтому, естественно, когда он разбирается с языком современного искусства, с языком классики, для того, что для него классика – это пол-пард и пост-пол-пард, он разбирается, пытаясь кинематографизировать, перевести это на язык кино и на язык массовой культуры. Вот так вот, потрясающая серия «Чёрный флаг», которая, естественно, омажь Джасперу Джонсу с его американским флагом. Цветная фотодокументация работы Роберта Лонго «Чёрный флаг. Когда переполох совершён» – Уильям Шекспир. 1988 год. Фотография ориентирована вертикально. В центре выставочного пространства на полу стоит огромная скульптура чёрного цвета, изображающая американский флаг. Высота скульптуры около 2,5 метров, длина около 3,5 метров. Скульптура выполнена из поставленных друг на друга деревянных балок чёрного цвета. Балки покрыты воском так, что кажется, что они обуглены. Балки имитируют полосы американского флага. В левом верхнем углу флага на дереве вырезаны звёзды. Вместе они образуют прямоугольник. Скульптура настолько большая и монолитная, что она напоминает стену или перегородку в выставочном пространстве. Ну, как этот американский флаг, как этот флаг обгоревший. Это флаг, который превратился не просто в произведение искусства, который превратился в руину, который превратился в мумию, который почернел из американского флага. Чёрный флаг – это что? Это флаг пиратов, это флаг анархистов. Это название по панк-рук-группе американской «Black Flag», который играл Генри Роллинс, большой друг Лонго, который у него снимается в кино. И это флаг, который превратился не в картину, а из картины превратился в изображение, изображение превратилось в скульптуру. Такая потрясающая серия этих реющих чёрных флагов, отлитых из бронзы и подписанных цитатами из Шекспира, насколько я понимаю. Работа Роберта Лонго из серии «Чёрный флаг», 1988 год. Скульптура, отлитая из бронзы, представляет собой развивающийся на ветру американский флаг. Металл тёмного, почти чёрного цвета. Тонкий прямоугольный лист металла изгибается в разные стороны так, словно ткань на ветру. Его поверхность покрыта мелкими складками и выглядит очень реалистично. Различимы узкие горизонтальные полосы по всей ширине флага и аккуратные звёзды в левом верхнем углу. Такая раскадровка этого самого флага монумента. Ещё одна серия посвящена Малевичу. Это кресты Малевича, которые кто с ними будет, если вытащить их из картины? И они превращаются в такое невероятное военное кладбище, без могилы американское. Как все эти образы работают в другом контексте, если их вытащить из контекста современного искусства? И, естественно, Лонго – это художник, который, в отличие от Монари, снявшего крошечный короткометражный фильм, снял свой большой настоящий блокбастер. Он снял фильм «Джонни Мнемоник», я надеюсь, что все вы его видели. Фильм, которым сам Лонго недоволен, потому что он вместе с Уильямом Гибсоном хотел снять маленький чёрно-белый артхаусный фильм, а продюсеры решили в него вложить гораздо больше денег, потому что Киану Ревс не вовремя прославился ровно уже после того, как он снялся в этом фильме. И поэтому из этого решили сделать блокбастер. И что к большому неудовольствию и Лонго, и Гибсона, вот такие наброски к этому фильму, как бы этот фильм мог выглядеть в чёрно-белом варианте, и как он выглядит сейчас. Фильм очень важный, собственно говоря, выбором сюжета. Это первый фильм, самый яркий фильм в жанре киберпанк, фильм, без которого не было бы «Матрицы». Кто помнит сюжет фильма? Фильм, который, наверное, имеет непосредственное отношение к тому, чем занимается Лонго. Это фильм о переизбытке информации, который идёт через нас уже, перегружая наш мозг, как то, что происходит с главным героем, который занимается этим. Он курьер, который в своём мозгу переносит информацию, которую он сам не может получить доступ, и ради которой он стирает собственные воспоминания. То есть это, собственно говоря, то состояние человека, который отображает Лонго в своих работах. Это человек, перегруженный образами, потоком информации, потоком образов, который вымывает нашу собственную память. И это, поскольку это киберпанк, поскольку это роман Гибсона, собственно говоря, это роман, речь идёт о рассказе, про виртуальную реальность, ту самую виртуальную реальность, в которой, собственно говоря, мы все в каком-то смысле обитаем. Она там так прекрасно выстроена, визуализирована, как её видели в 90-е годы. И вот с этим самым огромными гроздьями телевизоров, которые, естественно, напоминают инсталляцию нам Джон Пайка, которая, соответственно, заимствована оттуда, с огромным количеством, что удивительно, с огромным количеством звёзд, которые там появляются. Там есть Киану Ривз, который как раз был, видимо, там есть удивительный Дольф Лунган, который вот такого играет, киборга, почти киборга, уличного проповедника, погромщика. Там есть Такеша Китана и много ещё всяческих прекрасных людей. Такой Уда Кир, там такой прекрасный фильм 90-х годов, в котором абсолютно, к сожалению, недоволен Лунг, что не мешает при этом этому фильму стать киноклассикой, и что не мешает нам узнать в этом фильме вот того же самого умирающего, организирующего Япи, который появляется, собственно говоря, в «Люди в городах». И в реальности, и в виртуальной реальности он там появляется. Фильм, в котором тоже исследуется насилие, вот этот балет насилия, к которому Лунга обращается в одной из своих инсталляций с таким прекрасным изображением вот этих самых пушек, да, всяких. Инсталляция Роберта Лунга из серии «Курок и его тело. Звезда смерти», 1993 год. На дальней стене выставочного пространства висят четыре холста, вытянутые вертикально. Высота холстов около двух метров. На белом фоне изображены револьверы. Это графические рисунки углём, напоминающие фотографии. Револьверы повёрнуты дулом к зрителю. Все револьверы имеют разный дизайн. Под изображениями на полу стоит чёрная табличка, на которой белым цветом написано на английском языке «Курок и его тело». Надпись можно также перевести как «Молотки для тела». Пушек, которые все при этом нарисованы, да, которые наставлены на одну огромную инсталляцию, состоящую из нескольких тысяч, из многих тысяч пуль. Цветная фотодокументация работы Роберта Лонга из серии «Курок и его тело. Звезда смерти. 1993 год». К специальной конструкции внутри выставочного пространства подвешена скульптура в виде шара. Шар составлен из нескольких тысяч позолоченных пуль. Скульптура символизирует звезду смерти. «Звезда смерти. Эпицентр этого мира». И после этой работы над Джонни Мнемонником, собственно говоря, Лонга был настолько фрустрирован, настолько перегружен образами, что он попытался поработать с самой природой, с этим потоком образов, в котором мы все существуем. Действительно, это уже совершенно другое поколение. Если во время 70-х годов про Монори можно было писать, что это мембрана есть, которая удерживает этот самый зазеркальный народ, я думаю, что уже в 90-е никакой мембраны нет. Все эти миры смешались. И надо как-то в этом мире, наверное, ориентироваться, создать его каталог, создать его какой-то путевод. Ну, видите, вот такой каталог всех возможных образов. Это проект «Магеллан». Покажите следующее. Это видео, которое у нас листалка. Это проект, который Лонга делает, чтобы прийти в себя после неудачи с Джоном Мнемонником. Он начинает, он вспоминает про проект авангардного кинорежиссера, который хотел снимать фильм, который будет идти целый год по одному часу в день. Фильм, который посвящен кругосветному путешествию Магеллана. И один час – это одно путешествие. Лонга решает, что он немножко по-другому сделает, что он будет делать один образ в день, одну картину, один образ, который он находит сегодня, который такой найденный. Тогда еще не было интернета. Это тот образ, который цепляет тебя в этот день, откуда бы случайно. Это то, что ты увидел по телевизору. Это то, что не то, что ты нашел, а то, что нашло у тебя. И он создает такой огромный каталог, многотысячный, по-моему, каталог вот этих самых образов, образов из этого бесконечного потока. Того, чем, собственно говоря, то, чем может заниматься сегодня художник, заниматься модерированием этих образов, модерировать этот информационный поток, с которым ты работаешь, и немножко замедлить его. Поэтому возникает вот эта очень сложная, многотрудная техника. Собственно, кадры взлетной полосы там как раз, Криса Маркера там как раз случился в этом потоке. Вот. И попытаться его замедлить. Поэтому нужно вот это кропотливое рисование. Здесь он как бы углем. Это то, что может замедлить этот бесконечный поток образов, в котором мы живем. Это то, что может позволить нам всмотреться в него, если во времена 70-е годы речь шла о том, чтобы привести живопись в движение, сейчас речь уже идет о том, чтобы замедлить, затормозить при помощи рисунка, при помощи более традиционных средств, изобразительных техник, затормозить этот поток медиаинформации, чем Лонго, собственно говоря, и занимается. Можно прекратить эту листалку и поехать дальше. И вот этим замедлением он пытается работать с этим потоком. Он его замедляет, он его увеличивает. Он делает вот такие вот фотографии супергероев, игрушечных, которые он разгоняет в персонажи. Он делает, он делает, он тоже занимается вот этим самым, выставка называется «Свидетельство». «Свидетельство», да, но это такая же странная история, о чем, собственно, может свидетельствовать Лонго, что он может документировать, если он не работает, если никакого непосредственного контакта нет, если это работа по фотографии. Может быть, вот такое вот освидетельство, не очень подробное, квартира Фрейда. Рисунок Роберта Лонго из цикла «Фрейд», 2000 год. Вертикально ориентированный прямоугольный лист. Черно-белое изображение выполнено углем. Рисунок реалистичен и напоминает черно-белую фотографию. Перед нами двустворчатая белая дверь, занимающая почти всю поверхность листа. На обе створки двери наложена черная чугунная решетка. Перед дверью черный пол. Как она выглядит, музейная квартира до того, как он покинул Вену после прихода фашистов. Это может быть очень подробная документация отсутствия кого-то, потому что свидетельства, непосредственного свидетеля событий уже нет. Мы можем свидетельствовать только по другим образом. И ощущение непосредственного свидетельства возникает не из-за того, что мы что-то видели, мы при чем-то присутствовали, а потому что мы вручную это повторили. Повторили вот это, замедлили эти образы, затормозили их, как он затормаживает вот эти вот серии монстров, эти огромные угрожающие волны, волны, которые в какой-то момент начинают рисовать, используя, начинают эту серию в 2000 году, а в 2001 году случается 11 сентября. Рисунок Роберта Лонга из серии «Монстры» 2000 год. Прямоугольный вытянутый лист бумаги ориентирован горизонтально. Его ширина полтора метра, длина три метра. Изображение чёрно-белое, выполнено углём. Нарисована гигантская морская волна, которая движется из левой части рисунка в правую. Гребень волны вот-вот обрушится вниз. Волна выглядит мощной и тяжёлой. Сверху волна покрыта белой пеной. Пена изображена смазанной, нечёткой, за счёт чего создаётся ощущение дикой скорости, с которой водная масса обрушивается вниз. Волна занимает почти всё пространство картины. Остаётся только маленький кусок неба чёрного цвета в правом верхнем углу. И он видит, как у него эти волны, которые он рисует при враче, что начинают фактуры рисовать, используя дым и взрывы, что они превращаются во взрывную волну. А там самые разные, вот такая вот бесконечно распускающаяся розы, болезнь разума, вот эти ощущения катастрофы, которые он замедляет, которые он останавливает, обращая, и, естественно, образы 11 сентября. Образы, которые очень важны, вы увидели, что это картина под стеклом, что это всё время образы, которые, это тоже, как и у Монари, мы видим там свои отражения, мы видим, как эти картины отражаются друг в друге и накладываются друг на друга. Они всё время, как бы, её можно выделить, но они всё время норовят обратно слиться в этот самый бесконечный поток. Там самые, как бы, рукотворность этих образов, огромный труд – это то, что может попробовать дотронуться до звёзд, буквально, в смысле этого слова. Это осязаемость этих вещей. Также, как важна осязаемость у Монари, почему вот этот фантазматический мир кино, почему его нужно перевести в живопись, потому что, когда ты пишешь это краской, ты можешь дотронуться до этого недосягаемого киномира. Это способ его ощутить на ощупь. Когда ты пишешь, рисуешь эти углём, эти звёзды – это способ дотронуться до них, это способ немножко вернуть их к себе. А там все возможные потоки образов, которые возникают и которые вот таким образом замедляются. Потрясающая серия, которую вы видели, «Машины Бога», где это изображение Мекки, Стены Плача и Собора Святого Петра, которые превращаются действительно в «Машины», потому что они написаны так, что они напоминают тюрьмы Пиранези. Это огромное устройство чего-то, устройство власти, устройство возвышенного, которое нас подавляет. И, может быть, один из как бы тот поток образов, который продолжает идти дальше, на котором нельзя затормозиться. Лонго не считает себя политическим художником и не считает, что он мыслит политически, но, тем не менее, поскольку эти образы власти – это всё равно то, что течёт через наше восприятие, это тоже те образы, которые надо затормозить и к которым надо вернуться. А несколько, две выставки, в которых он работает с этим «Американским флагом», которые всё-таки не только цитаты Джаспера Джонса, в конце концов, а ещё «Американский флаг», превращающийся, собственно, в пространство, как в галерее, которое вмещает в себя высказывания о современном мире. Рисунок Роберта Лонго «Покидая Ирак» 2013 год. Прямоугольный лист бумаги ориентирован горизонтально. Ширина листа – полтора метра, длина его – три метра. Изображение чёрно-белое выполнено углём. Широкая асфальтированная дорога серого цвета тянется от зрителя вглубь картины. На переднем плане изображён мужчина в военной форме. На нём маска и высокие ботинки. Он идёт по направлению от зрителя. Над мужчиной нависают тяжёлые серые облака дыма, свидетельствующие о военных действиях. Справа и слева изображены следы от взрывающихся снарядов. Они представляют собой серые клубы дыма, пыли и грязи. С вот такими перерисованными огромными фотографиями и замечательным омажем Хансу Хааки. Помните, мы говорили про Хансу Хааки, про работу 70-х годов, где был парадный, написанный маслом, портрет Рейгана и висящая напротив него документальная фотография демонстрации против ядерных испытаний, против строительства. Это фотография 70-х годов. Здесь есть перерисованная фотография на фоне перерисованной фотографии, смотрящая на перерисованную фотографию. И расклад сил меняется. Есть абсолютно одинокий президент Обама перед лицом, опять-таки, демонстрация, на демонстрации республиканцев. Инсталляция Роберта Лонга, омаж произведению Ханса Хааки, которое называется «Оммаж Марселю Броторсу», 1983 год. Инсталляция представляет собой два масштабных рисунка, которые висят друг напротив друга. Рисунки находятся в начале и в конце длинного узкого коридора. По пути от одного рисунка до другого на полу узкой полосой расстелена красная ковровая дорожка. Рисунки чёрно-белые, выполненные углём. Они реалистичны и напоминают, скорее, фотографии. Первый рисунок выполнен на горизонтально ориентированном листе. Лист делится на три равные прямоугольные части, ориентированные вертикально. Крупным планом изображена толпа людей. Люди смотрят прямо перед собой. Напротив висит вертикально ориентированный лист. Изображён бывший президент США Барак Обама. Он изображён по пояс. У него тёмный цвет кожи, чёрные короткие волосы. Брови чёрные, миндалевидный разрез глаз, широкий нос. Его голова повёрнута немного влево, подбородок гордо поднят. У него серьёзное выражение лица. Он одет строгий чёрный костюм и белую рубашку с полосатым галстуком. Не осуждающих его, вот это самое, эти партии. Где абсолютно, где медиум одинаковый. Нету контраста медиума, как это было у Хаки, где есть контраст живописи как парадного и фотографии как документального. И совершенно куда более амбивалентно прочитывающееся взаимоотношение между этой демонстрацией и этим президентом, этим воплощением власти. И огромная серия вот этой «Американы», всех образов, которые так или иначе связаны с представлением о американскости, китчевой или героической, ностальгической, с которой все связаны, тот поток образов, в котором ты живёшь, в котором ты растёшь, в котором ты, в конце концов, узнаёшь как твой мир. И ещё один перформанс, который был связан с этой выставкой, это многочасовое чтение вслух романа Мелвелла Моби Дик, который для Лунга является главной книгой об Америке, главной американской книгой, которую он возвращается в следующем проекте. Ещё одна серия работ, с которой он работает. цикл, в котором он работает, это перерисовка, опять-таки, классических произведений искусства. Вот такая там серия 2006 года «Наследие». Рисунок Роберта Лонга из цикла «Наследие», 2006 год. Прямоугольный лист бумаги ориентирован горизонтально. Чёрно-белый рисунок выполнен графитом и углём. Это рисунок скульптуры Константина Бранкузи «Спящая муза». На белом фоне изображена скульптура женской головы. Голова положена на бок. Верхняя часть головы направлена влево. У головы обтекаемая вытянутая форма. Лицо узкое. Черты лица слабо выделены. Волосы обозначены врезанными в поверхность скульптуры линиями. Узкий нос плавно переходит в лоб. Крупные миндалевидные глаза обозначены едва заметными врезами. Они располагаются близко к носу и слегка развернуты к нему. Рот обозначен небольшим углублением. Голова напоминает древний идол. Где есть в чёрно-белом варианте перерисовка истории искусства. История искусства, которую Лонго, как и все, наверное, знал прежде всего по репродукциям и по репродукциям чёрно-белым. Поэтому начинается эта чёрно-белая караваджа, Босх, Ван Гог. Каким это было, когда ты первый раз это увидел, когда это была частью твоей памяти. И как эту репродукцию опять сделать штучной работой, как её вырвать из этого потока и замедлить. Как и чёрно-белый полок. И цикл, который продлился в недавней выставке, посвященный исключительно абстрактным экспрессионистам, то есть живописи, которая в великой американской живописи XX века, живописи, которая нужна была, которую он знал, естественно. Действительно, живопись, которая знакомит с репродукцией. Живопись, которая была связана с моментом подъёма послевоенного в американской истории, с моментом надежды, героизма. Великая живопись великой страны, которая утрачивает, гораздо менее эйфорически выглядит сегодня. И он делает огромную работу, когда он перерисовывает. Что значит рисовать мазок? Как самому решить, какие цвета должны быть? Как этот цвет перевести в чёрно-белое? Как выбрать это чёрно-белое? Картина Роберта Лонге вслед за Митчеллом 2013 год. Горизонтально ориентированный прямоугольный холст. Чёрно-белое абстрактное изображение. Короткие мазки чёрного, белого и серого цветов направлены в разные стороны и нанесены один поверх другого. Мазки образуют собой серую тучу. Создаётся ощущение спутанности и неразберихи. Как повторить эту жестикуляцию? У него замечательно, когда он перерисовывал эту работу художницы Джоан Минчелл, чтобы перерисовать, и он, пока она её перерисовывала, он понял, какого она была роста. Потому что она не достаёт до верхней. Чуть-чуть не закрашена. Он понял, с какой жестокостью она это делала. Он говорит, тут про полок обычно говорят, что это было, что это жестоко. Но полок балет по сравнению с этим, а тут поножовщина. Как она двигалась, правшую или левшую она была. Что это абсолютная реконструкция, как реконструкция сцены преступления. Как это сделано? Каким образом, перерисовывая графики, делая фигуративную графику, изображающую абстрактную живопись, каким образом можно реконструировать и понять, как эта живопись создавалась? Почувствовать, как бы сыграть этого художника, понять, как он двигался и что им двигало. Понять, как устроена эта живопись. Понять, как это чёрно-белое переводится в цвет, и как оно работает, закончив вот этим чёрным на чёрном. Картина 1963 года. Эта выставка была... Двойная история. Одна выставка в одной галерее, в одной галерее, в другой, в другой. А в другой галерее было то, что начинается постыстория. Вот эта эфорическая эра заканчивается убийством Геннеди. И начинается и вот эта чёрная на чёрном картина Рейхарда. И возвращается, опять-таки, с истории про Моби Дика, где этот американский флаг, окаменевший, превращается в тонущий корабль, где огромный Капитолий оказывается белым китом, Моби Диком, и где одна из самых душераздирающих. Картина – это фотография, сделанная с похоронной картой Шкеннеди, где была эта чёрная лошадь, почему-то бесседлая с этими сапогами. Рисунок Роберта Лонга «Чёрный сапог», 2014 год. Квадратный лист бумаги. Изображение чёрно-белое, выполнено углём. Оно напоминает фотографию. Почти вся площадь рисунка занимает туловище лошади. От задней части до начала шеи. Лошадь чёрного цвета. На неё надето чёрное седло. С седла свисает чёрный лаковый сапог. Висящими около седла абсолютно фигура отсутствия. И как бы вот эта перерисовка углём, перерисовка. И для Лонга очень важно, что уголь – это зола, да, что это прах, что это превращает, показать, что это метафора праха и золы, с которой он работает. И что это замедление, и показать, из чего это сделано. Что это позволяет, что не просто замедлить, а увидеть незримое. Такая серия, которую он сейчас делает, серия с музейными рентгеновскими снимками знаменитых работ. Увидеть это незримое, увидеть, что за этим таится, и действительно освидетельствовать это. И вот если говорить про свидетельство, «Фергюсон» – это документальная фотография, сделанная в Америке во время мирных демонстраций против расизма, да, потому что там была история, когда белые полицейские на месте застрелили чернокожего подростка. Масштабный рисунок Роберта Лонга «Фергюсон», 2014 год. Горизонтально ориентированный прямоугольный лист бумаги. Его ширина около полутора метров, длина около трёх метров. Чёрно-белое изображение выполнено углём. Ночь. На переднем плане – скрытая во тьме асфальтированная мостовая. Во всю ширину картины по горизонтали тянется толпа людей. Это полицейские в шлемах и со щитами. За их спинами – большие бронемашины, светящие слепящими фонарями. Толпа полицейских растворяется в белом дыму их выхлопных газов и тумана. Они становятся чёрными силуэтами, безликой массой. Задние ряды совсем теряются в дыму, из-за чего кажется, что толпа бесконечна. В левом верхнем углу сквозь дым и туман тускло светит эмблема «Макдоналдс». Не выясняя, преступник он или не преступник, что подняло волну протестов. И это волна протестов перед этой полицией, которая должна эту демонстрацию протеста мирную остановить. Образы, которые… Тоже образы и с масс-медиа, и лонга, которые вышли. Когда я увидела это по телевизору, я вообще не мог сказать, что это сейчас происходит в Америке, что это не может быть, что это какой-то дистопический мир, в который я попал, или что это, не знаю, там, Украина, Китай, непонятно в какой стране это может быть, что-то происходит здесь и сейчас. Он рисует вот эту огромную серию вот этих абсолютных призрачных, призрачного мира. Работа, которую газета «Гардиан» назвала главной исторической работой современности. Вот то самое свидетельство, которое все-таки возможно, даже если это свидетельство не очевидца, свидетельство, как ты можешь стать очевидцем, просто остановив этот поток образов, вглядевшись в него и показав, что это такое на самом деле. Спасибо. В Музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте garajmca.org. Я в Музее современно, я видел ликтагог. Также сейчас я расскажу.